Доброго времени суток, дорогие дамы и господа! Сегодня, как обычно, будем говорить о нашей недельной главе. Наша глава Вейшев и Тора переходят уже к повествованию не о наших правотцах, а о детках, да, со всеми проблемами, которые там есть. Но многие наши комментаторы говорят, что нашу главу Вейшев, когда Яков думал обрести спокойный образ жизни, но не тут-то было, нельзя читать как отдельную главу. Это три главы вместе. Глава Вейшев, Микетс, Вейгаш, о которой бесспорно мы с вами дальше поговорим, их нужно читать вместе, потому что это часть одной истории. И на самом деле, действительно, мы можем увидеть, что здесь разворачивается потрясающая драма в взаимоотношениях с братьями, которая ложится в основе множества драм, трагедий, вообще мировой драматургии. И, в общем-то, действительно, если читать три главы вместе, то можно представить, ну, просто по классической структуре драмы или трагедии по Аристотелю, где Аристотель в своей книге поэтика, он задается вопросом, зачем людям нужно вот это вот визуальное искусство, перфоманс. И он говорит, что для того, чтобы человек чувствовал себя хорошо и понял, что вот зачем он пришел в театр, то трагедия, а в Древней Греции трагедия называлась любое действо, не обязательно это была комедия или драма, должна состоять из трех частей, которые бесспорно ложатся, вся наша история с Юсеповым братьями ложится на эту структуру, или, кто знает, может быть, наоборот, Аристотель определяет свою структуру трагедии по истории Юсепа и братьев. Вначале есть перипетия, это в тот момент, когда изменяется судьба человека к худшему естественному, Юсеп живет прекрасным образом в семье, любимый ребенок, все у него хорошо, лучшая курточка среди братьев, просто золотая ложечка во рту, ну, мы знаем, что потом он, как сказать, падает в самый ниц, подымается, где-то там выкарабкивается в доме Патифара, но наша глава заканчивается полным падением, где он сидит в тюрьме, и этот этап греческой трагедии, или, по крайней мере, как ее определяет Аристотель, называется анагнарисис, это в тот момент, когда герой осознает, что все плохо и все ужасно, и все хуже быть не может, но если мы остановимся на этом, это будет вообще ужасно, поэтому говорит Аристотель, что должно быть, так сказать, очищение наших эмоций, которые мы называем катарсис, катарсис на греческом, это и есть катарсис, не знаю, как это еще перевести, и тут мы видим, что Юсеп, он просто тут золушка даже вкладывая, вкрадывается в эту историю, он прямо из грязи в князе становится премьер-министром, ну и потом, как в лучших сюжетах кинематографа, общая сцена с братьями, затем еще с папой, все вместе, хэппи-энд, занавес, но все бы было действительно так, если мы читали все эти три главы вместе, но посередине у нас есть перерывы, одна неделя, другая неделя, наша глава заканчивается абсолютно безвыходной ситуацией, никакого катарсиса, Юсеп остается в этой темнице, и заканчивается она словами того, чтобы все забыли про Юсефа, если вы помните, что Юсеф предсказал сны своим сокамерникам, но когда выходит уже Виночерпий на свободу и возвращается во дворец фараона, он забывает про Юсефа, Юсеф остается один, все про него забыли, и это ужасная трагедия. Почему? И непонятно вообще, куда дальше двигаться, непонятно, что произойдет дальше, зачем нам нужен перерыв, ведь большинство глав, даже предыдущие, которые мы читали в Барешит, которые сюжетны, у них есть логический конец, Барешит заканчивается тем, что нас готовят к потопу, все плохо, Ноах заканчивается тем, что рождается, на сцену выходит Абрама Вину, и так далее, и так далее, везде есть логический конец, кроме нашей главы, которая полная депрессуха. Но, кто нам придумал эту разбивку на главы? В пророке Нехеме упоминается, что Эзра Асойфер, когда возвращает еврейский народ и отстраивает второй храм из Вавилонского изгнания, он говорит о том, что нехорошо, чтобы Тора была забыта у еврейского народа, чтобы мы вернулись к тому состоянию, в котором мы были раньше, чтобы это не повторилось, он разбивает Тору на главы и определяет, что каждую неделю мы читаем одну из глав. И получается, что вот этот перерыв между событиями конца трагедии нашей главы и до катарсиса уже в середине следующей главы, он был так и задуман. И да, Станиславский говорил о том, что театр должен начинаться с вешалки, говорит нам Эзра Асойфер, антракт категорически важен. Важен для чего? Для того, что так или иначе мы оказываемся зачастую в ситуации, когда казалось бы, ой, что мы наделали, мы понимаем, как мы сюда попали, потому что где-то можно было принять другое решение, что-то сделать по-другому, можно было вложиться в биткоин или купить Теслу, можно было выбрать другую профессию, другого человека, отправить ребенка в другую школу, и мы бы тогда не были в этой ситуации. Но говорит нам Эзра Асойфер, нет катарсис, катарсис будет позже, сейчас у нас антракт, чтобы мы поняли, как мы попадаем в эту ситуацию. А катарсис будет, потому что есть один режиссер, которого все запланировано, и он продолжает управлять этим миром. Успехов! До встречи! Пока!